Сегодня мой собеседник, член Совета Федеральной Палаты Адвокатов, первый вице-президент Адвокатской Палаты Московской области, Михаил Толчеев. Здравствуйте, Михаил Николаевич. Добрый день. Михаил Николаевич, вы побывали на международной научно-практической конференции в Светлогорске, которая называлась «Адвокатская деятельность в условиях прибалтийского сотрудничества». Какие у вас впечатления остались от этого мероприятия? Конференция оказалась на удивление, я бы сказал, неожиданно, достаточно острой и полемичной. Почему неожиданно? Потому что мы собирались с нашими коллегами из зарубежных стран обсудить, что у них происходит, что у нас. Но поскольку несколько докладов, которые вначале прозвучали, прежде всего, инверсаркис, ВИЧ, Гаспарян, задал некоторую такую тематику, достаточно полемичную, и конференция оказалась очень острой, очень интересной. Было много вопросов, было много обсуждений, как на самой конференции, так и после нее в кулуарах. И, в общем-то, итоги конференции, можно сказать, что она прошла достаточно остро. Помимо представителей российской адвокатуры, на конференции присутствовало много представителей и зарубежных адвокатур. Скажите, общение и дискуссии в таком формате, они чем хороши? Они хороши, прежде всего, обменом опыта. Мы смотрим на наших коллег, мы делимся опытом, что-то лучше у нас, что-то лучше у них. Нужно сказать, что и у нас достаточно много каких-то завоеваний или изменений, или того, как мы это устроили, построили и так далее. Ну и, конечно, европейская адвокатура, которая была представлена, прежде всего, прибалтийскими государствами, коллегами из прибалтийских государств. Много чего интересного мы можем подчеркнуть из их опыта. Украинская адвокатура и ее организация, и нормативные регулирования тоже весьма интересны. Поэтому, конечно, такой живой обмен опытом много дает для развития, для того, чтобы не застывать в каких-то формах, которые мы здесь у себя устанавливаем. Но, надеюсь, и нашим коллегам было интересно узнать, что происходит в российской адвокатуре. Вообще, конференция была посвящена современным вызовам, которые стоят перед адвокатурой. Какой вызов, на ваш взгляд, самый такой важный? Да, вы знаете, адвокатура, как правозащитная организация, как институт государственного устройства, призванная защищать и отстаивать права граждан, юридических лиц, лиц, ну, вообще, права каждого, грубо говоря, защищать право в целом, адвокатура всегда находится в некой конфликтной такой среде. И поэтому вызовы всегда на любом этапе развития человеческого общества, наверное, для адвокатуры, это вопрос выживания, вопрос самостоятельности, вопрос независимости адвокатуры и так далее. Поэтому определить какой-то непосредственно сегодня доминирующий вызов, наверное, невозможно. Поэтому наше обсуждение изначально предполагалось такой крен на то, что адвокатура, что изменяется для существования адвокатуры, для той парадигмы, которой мы существуем в связи с нашим приходом в некое цифровое такое общество, цифровизацию общения, цифровизацию коммуникации и так далее. Вот предполагалось обсуждение этих проблем прежде всего. Мы знаем с вами, что много очень говорится о том, что скоро юристов заменят компьютеры, и больше мы не нужны будем. Не только судьи, но и адвокаты, конечно же. Что изменилось, изменяется и изменилось в связи с появлением в нашей жизни таких, я не знаю, даже не инструментов, не только инструментов, но даже процессов, как коммуникация посредством социальных сетей, различная цифровизация, получение действительно цифровых инструментов работы адвоката и так далее. Это все должно было быть, по задумке организаторов, должно было быть основой нашего обсуждения. Ну, это так и было. Это стало основой обсуждения, но определенные изменения, которые требуются в подходах, в понимании того, как устроено современное общество и современная адвокатура, в том числе в связи с этими изменениями в парадигме нашего существования, как раз и вывели на эти достаточно острые вопросы, которые обсуждались в ходе конференции. А почему вы выбрали для своего доклада такую тему, как развитие адвокатуры в эпоху открытого информационного пространства? Потому что мы немножечко, я бы сказал, притормаживаем, что, наверное, нормально, потому что адвокатура является... Вообще юриспруденция – это достаточно традиционная отрасль знания и отрасль общественной активности. Ну и адвокатура прежде всего очень традиционная, очень консервативная часть сообщества. И поэтому мы немножечко отстаем от понимания тех процессов, которые происходят. Ведь дело в том, что это не просто новые инструменты цифровые, которые облегчают нам жизнь. То есть эти инструменты, эти процессы новые, они изменяют парадигму существования. В качестве примера можно много новых примеров привести каких-то. Но вот то, о чем я говорил, это изменение самого мышления и подходов к коммуникации. Прежде всего, к коммуникации. Самым основным, наверное, здесь является возможность коммуницировать всех со всеми, создавая свои центры интересов. И при этом география выводится за скобки в принципе. То есть, если... Ну, знаете, как... Когда мне мой ребенок говорит, на Сахалине снег выпал, я говорю, ну а ты-то откуда знаешь? А мы там с другом где-то по сети играем в какую-то игрушку. Поэтому неважно, где ты живешь сегодня, неважно, что достаточно большое расстояние. Люди общаются, то есть такое понятие, как расстояние, вообще в этой парадигме вы выведены за скобки. И мы, конечно же, вот это новое существование должны учитывать, должны понимать, как это устроено. И в соответствии с этим выстраивает определенные подходы, определенные взаимоотношения. Это касается и общества в целом, и сама организация адвокатуры в том числе. Там прозвучала в вашем докладе децентрализация. То есть, вот как повлияет на адвокатуру открывшиеся возможности под децентрализацией, на ваш взгляд? Децентрализацию я имел в виду, конечно же, не децентрализацию как таковую, очень часто это слово используется, и мы знаем, что у нас сейчас ресурсы во многом сосредоточены в Москве и в Санкт-Петербурге. И вот эти вопросы децентрализации. Я имел в виду как раз то, о чем я чуть выше сказал, децентрализация коммуникации. Когда каждый участник этой коммуникации является отдельной вселенной. Если раньше нам для того, чтобы в сообществе своем высказать какие-то идеи, отстаивать их, продвигать их, нужно было собраться на конференцию, где-то собраться в совет ФПА, если мы говорим о общении, о коммуникации на федеральном уровне, либо какие-то конференции, съезды и так далее, там мы высказывали эти идеи. Сегодня этого можно не делать. Любая идея может быть высказана в сети. Любая идея, опять-таки, если вы высказали какую-то идею, которая, в принципе, может иметь всего несколько сторонников, каковы шансы, что вот этих сторонников вы найдете в ближайшем своем окружении, с которым мы коммуницируем непосредственно. То есть встретились где-то, переговорили, на кухне посидели. Иногда эти идеи не очень воспринимаются, поэтому сторонников их найти в непосредственном физическом общении сложно. В сети же, в этом, как я уже сказал, поскольку отсутствует понятие расстояния, практически все члены сообщества могут услышать эту идею, и, соответственно, те, кто ее поддержит, могут объединиться, создавая вот эти вот центры обсуждения этих идей совершенно. То есть вот если раньше все это шло через единый наш центр, как мы могли это организовать, то сегодня коммуникация идет децентрализованно, в том числе децентрализованно может происходить, создавая вот эти вот взаимосвязи между людьми и объединяя людей, что называется, по интересам. Но вот те, кто поддерживает определенные идеи, они могут необязательно с участием центра собираться и обсуждать на интернет-площадках, Facebook, Instagram, ну, любые площадки, да, сейчас набирают обороты, там, Telegram, WhatsApp, там, общение и так далее. Так получается, что, что благодаря виртуальному общению вскоре вообще отпадет необходимость общаться на конференциях непосредственно? Это вопрос не адвокатуры, это вопрос развития техники и цифровой среды и так далее. Наверное, отпадет, потому что это и ресурсы, и, в общем-то, возможности, та же география и так далее. Но дело-то не в этом. Если у нас есть некие общие ценности, то какая разница, кто объединяет, кто создает эту конференцию, неважно, создается она в виртуальном или в реальном мире. Если это создает, мы осознаем ценность своей самоорганизации, и у нас есть вот те ценности, на которые мы ориентируемся, базовые, то мы, неважно, где мы собрались, в интернете или мы собрались в оффлайне, да, просто в оффлайне это дороже. Уже сегодня это дороже, чем с помощью техники. Завтра это будет сильно дороже. Просто нужно учитывать, что... Не просто учитывать, а жить в этой реальности, когда есть те вопросы, которые мы обсуждаем, но нужно понимать, что те вопросы, которые не обсуждаются централизованно, они все равно будут обсуждаться вот так, децентрализованно. Ну и те вопросы, которые обсуждаются централизованно, тоже будут обсуждаться на других площадках, децентрализуя вот эту коммуникацию. В своем докладе, признавая наличие запроса на изменение регулирования адвокатской деятельности и конкретизацию этических норм, какой вы видите глубину необходимых изменений? Здесь я бы начал с уточнения. Я... Конечно, всегда существует запрос на изменения и в регулировании, в том числе на изменения корпорации. Мир вокруг нас меняется, мы должны меняться, ничто не стоит на месте никогда, это понятно. Есть сегодня запрос на изменение некоторых процедур, на изменение в самоорганизации адвокатуры, в нормативном регулировании. Он, конечно, есть, но он есть всегда, это нужно понимать. Что же касается запроса на конкретизацию или изменение наших ценностей, я имел в виду другое. Я не вижу какой-то потребности в изменениях этих ценностей. Эти ценности достаточно важны для нас, и они достаточно устойчивы. Здесь речь идет, я вел речь в своем выступлении немного о другом. Дело в том, что развитие, начиная с середины 90-х, и в особенности с 2002 год, это и последующее развитие, а сегодня мы получаем некоторый этап такого рывкового развития адвокатуры. Так вот, эти изменения в адвокатском сообществе привели к определенным парадигмальным, извините за такое выражение, сдвигам. Эти сдвиги в понимании этих наших ценностей заключаются в том, что на 90-е годы адвокатура была достаточно целостным в понимании сообществом, когда приходили люди, и эти люди вливались в ряды определенного сообщества адвокатского, и вот те традиции, которые были в адвокатуре, они передавались, что называется, из уст в уста, и впитывались эти традиции и понимание вот тех ценностей. В середине 90-х годов стала развиваться так называемая параллельная адвокатура. Среди этих людей очень много достойных людей, но в том числе было много людей, которые стали адвокатами, в общем-то не восприняв вот эти ценности и традиции той адвокатуры, просто потому, что у них не было тех учителей, которые были у традиционной адвокатуры. В 2002 году в автоматическом режиме эта параллельная адвокатура влилась в ряды адвокатуры, ну вот общий уже, который объединил и традиционную, и параллельную, так называемую. Мы получили первую волну людей, которые не прошли ту школу традиций и понимания ценностной ориентации. В дальнейшем, да, наши, ну скажем так, старшие товарищи предупреждали об опасности расширения адвокатского сообщества, значительного расширения, о невозможности ассимиляции вот этих ценностей юристов, которые приходят в адвокатуры, ну прежде всего из следствия, прежде всего из прокуратуры и так далее. Кроме того, такая возможность, как индивидуальная работа в кабинетах, там и так далее, либо создание собственных структур. То есть вот эта ценностная ориентация и вот эти традиции не передавались определенной части и уже теперь достаточно значительной современной адвокатуры. Сегодня мы наблюдаем, ну я могу судить, вот по последним полгода, может быть даже чуть больше, по экзаменам в адвокатскую палату Московской области, мы видим существенный приток за счет следственных работников, работников следствия. Там очень тяжелые, колоссальные нагрузки, там очень строгая отчетность, там не очень хорошая оплата этой работы. Все это ведет к тому, что люди, там достаточно серьезная текучка и люди немного поработав уходят, стремятся уйти в адвокатуру. Но при этом наши этические ценности не воспринимаются ими в должной мере, скажем так. У нас есть формализованный источник регулирования, этического регулирования, это наш кодекс профессиональной этики. Поэтому, но этот кодекс устроен таким образом, что там общие нормы у нас и должностнования, там даже нет конкретных составов, там должностнования, что адвокат не в праве. И эти должностнования, они эти должностнования интерпретируются органами адвокатского сообщества. Мы забыли, мы забываем уже вот современная адвокатура, современные представители адвокатуры часто забывают, точнее даже не забывают, а просто не задумываются над тем, что представляет для нас глубинные наши ценности, на которых основа. Мы не помним, эти люди не помнят, что в советской адвокатуре были документы, которые регламентировали трудовой распорядок адвокатского сообщества, Минюс там регламентировал. Много что было регламентировано, гонорарную практику, что нужно было делать, кроме того, партийный руководство давало указания и так далее. В 90-х годах Минюст Советского Союза издал, подготовил законопроект законопроект об адвокатуре. И вот по этому законопроекту адвокатура была абсолютно, в абсолютном должна была находиться подчинение у Министерства юстиции и под контролем. К счастью, усилиями наших предшественников это удалось отстоять нашу независимость, корпоративность. И когда ругают закон наш, современный, многие недооценивают, не понимают, в каком времени это создавалось, в каком окружении это было. И не понимают того, что этот закон и кодекс профессиональной этики в своей основе имеют системное понимание, определенную систему философских взглядов, этических взглядов на должное, как должен выглядеть адвокат, вот те ценности базовые, которые у адвоката должны быть. Поэтому непонимание этих ценностей современными многими членами нашего сообщества по причинам, которые я сказал, ну и по другим, наверное, причинам, здесь какой-то безинициативности и ленность изучить, вникать глубоко в эти вопросы. Вот это непонимание порождает определенные споры, в том числе, когда мы говорим, достойны ли адвокатам писать доносы, достойны ли адвокатам выступать с гневными обвинениями или достойны ли адвокату требовать смертной казни, возвращения смертной казни. Это же тоже конституционное право любого гражданина выступить публично и сказать, что вот я считаю, что нужно вернуть смертную казнь. Но для нашего сообщества это недостойное поведение, хотя и законное, конечно. Поэтому понимания этих разностей сегодня нет. Поэтому я и говорил не об уточнении и конкретизации этих норм. Я говорил о том, что мы должны вернуться к их обсуждению. Давайте еще раз говорить, вот достойны или недостойны. Что достойно адвокат, а что недостойно. И я уверен, что мы все равно придем к тем же ценностям, мы к ним вернемся. Просто их нужно обсуждать. А на сегодня они стали, жизнь усложняется и профессионализируется любая сфера деятельности. В том числе и применение дисциплинарных норм, применение этических наших норм. Поэтому вот члены квалифкомиссии, как правило, особенно в крупных палатах, там, где есть много дисциплинарных производств, они изучают глубоко эти вопросы, занимаются этикой, занимаются обобщением практики и так далее. Адвокаты, отдельные адвокаты, которые занимаются своим непосредственным делом, защитой прав граждан и неграждан, иногда просто не задумываются. Поэтому нам нужно на каком-то этапе вернуться к обсуждению этих ценностей и задуматься, чтобы мы все задумались и поняли, что наша независимость, наша возможность самим организовать свое самоуправление, самим себя судить, самим принимать свои этические нормы, нормы регулирования профессии и так далее. Это очень большое достижение и завоевание адвокатуры. То есть это наверное как раз вы говорите о том, что прозвучало, вы выступая сказали, что необходимо объективизировать ценности, да? То есть как вот это сделать? Как это сделать? Нужно проговаривать, объективизировать, да, как я уже сказал, у нас есть кодекс профессиональной этики, в который заложены общее должностование и понимание то, каким должен быть адвокат. Конкретные составы дисциплинарных проступков, как правило, формулируются, они отсутствуют в кодексе профессиональной этики, и они формулируются на этапе рассмотрения дисциплинарного производства квалификационной комиссии. Квалификационная комиссия говорит, допустим, вот норма в кодексе, адвокат обязан честно, разумно, добросовестно выполнять какие-то обязанности. И вот здесь квалификационная комиссия говорит, вот то, что сделал адвокат, не является честным, разумным, добросовестно. Вот это вот конкретно. То есть создается непосредственный дисциплинарный, состав дисциплинарного проступка непосредственно толкованием комиссии но у нас есть такой механизм как стандарты профессиональной деятельности несмотря на то что здесь очень много можно придираться к словам вообще начиная с того что этика это не совокупность норм этика это наука о морали о нравственности раздел философии но вот если отойти от словесных баталий да от этого обсуждения терминов и терминологии вообще-то говоря непосредственно допустим вот американские адвокаты у них тоже несмотря на то что этическое называется этическим регулированием вот эти стандарты это стандарты профессиональной деятельности иногда они носят сугубо технический характер адвокат должен взять бумажку такой-то документ отнести туда-то к этике это не имеет никакого отношения это строго профессиональные стандарты но тем не менее они называются этическими стандартами профессии и так далее поэтому мы тоже имеем такую возможность как это происходит понятно что так же как любое правовое регулирование формируется то есть изначально как я уже сказал у нас есть кодекс который дает общие нормы раз за разом квалификационная комиссия формулирует определенные конкретные составы когда это происходит вот одно и то же действие комиссия признает постоянно говорит что вот это недопустимо для адвоката и раз за разом один и тот же состав мы можем его вычленить на основе практики обобщение практики дисциплинарной вычленить и уже в качестве стандарта говорит что вот адвокат должен сделать то 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 вот у нас я приведу совершенно простой пример когда адвокат принял поручение ему было оплачено и он в течение трех месяцев не появлялся ничего не делал когда доверитель пожаловался на него он говорит ну там доверитель у меня в бегах он где-то за границей что там происходит мы не знаем поэтому меня никто не вызывал и квалификационная комиссия сформулировала собственно состав нарушения адвокат приняв поручение должен был отнести следователю свой ордер представить искать теперь я представляю этого человека теперь вы мне сообщаете говорить там и так далее как минимум можем мы это указать в качестве общего правила развивая вот это наше регулирование конечно мы это указали в стандартах уголовной защиты вот таким образом развитие профессиональное этического регулирования на мой взгляд должно происходить в сообществе и это нормально допустимо это правильно так должно быть ну и напоследок хотел вас спросить как вы оцениваете итоги прошедшие светлогурской конференции я оцениваю их весьма положительно во первых мы обсуждаем и продолжаем обсуждение мы не стесняемся каких-то острых вопросов мы задали определенный тон дальше в социальных сетях вот это вот распределенная коммуникация мы видим обсуждение определенных тем которые были обозначены в светлогорске и я думаю что это позволяет нам надеяться что адвокатура будет развиваться будет но самое важное что было подчеркнуто на этой конференции то что то что наши предшественники создавая современную систему я имею до закон прежде всего и кодекс профессиональной этики они имели определенные у них был системный подход основанный на определенной системе взглядов на то как это должно и вот сегодня это реформирование которое выхватывает предложение выхватить один маленький кусочек давайте мы будем избирать президентов там на конференции плохо это или хорошо нет это неплохо наверное это неплохо но вопрос заключается в том что нужно системно посмотреть что повлечет какие изменения потребуется дополнительно что нужно изменить вот в цель в системе в целом системе наших взглядов на это как нужно поменять регулирование как это отразится на этическом регулировании так далее то есть нужно понять что нас сегодня не устраивает опять-таки системно как это можно изменить можем ли мы изменить это сами либо это должен законодатель на основе нашего обсуждения дальше перейти к обсуждению вот нового того движения которое мы хотим для адвокатуры и уже заняться непосредственно вот внедрением этих изменений посмотрите сейчас практически любые серьезные изменения в законодательном регулировании в нормативном регулировании им предшествует концепция концепция изменений гражданского законодательства концепция сейчас регулирования рынка юридических услуг да у нас обсуждается ну то есть документ согласованный сообществом о том что нас сейчас не устраивает в современном регулировании и как это должно быть изменено я считаю что такой системный подход наиболее правильный и вот в качестве результатов этой конференции я бы отметил то что этот подход был воспринят это предложение было воспринято с пониманием и наверное мы так и будем двигаться я надеюсь спасибо вам большое за развернутые откровенные ответы